Всем добрый вечер Такое Видео про покрытие Кастомный нож Уйгурский Здесь углеродистая сталь С покрытием От коррозии На самом деле Думал оно довольно стойкое Хотя На одном ноже заполировал клинок Пробовал резать лимон и апельсин Практически Нет никакой коррозии Если вытереть сразу Если оставить, появляются небольшие пятнышки Ну, соответственно, если забыть Пятна будут разрастаться Что хотел показать Еще одна дощечка Для правки 60-х годов Сейчас даже постараюсь Более подробно показать ЛТП, лечебно-трудовые Мастерские Ремень для бритв Такая картонная Упаковка Довольно легкая Ну и сейчас Хотел взять Пасту Вариант Наносится она В принципе Ну, видно, что Никаких переходов Незаметно Но внешне Именно полоски Где-то больше, где-то меньше Но это Не столь актуально Непосредственно Сам процесс Буквально по три раза С каждой стороны И вот моментально Снимается Чудо-покрытие Заточка становится очень острая То есть В принципе С такими спусками Тут действительно Даже не надо точить А только править И съем покрытия Он буквально Ну, моментальный Возможно В дальнейшем Я вообще его сниму Так как смысла в нем По большому счету Нет И вот эти вот Микрориски Скорее всего Их просто Заполирую с пастой При помощи Гравера Бармашины Ну, вот, в общем-то Дощечка такая Справляется С основными задачами Еще и лучше Чем лукодельно Эта сторона Опять же Очень гладкая То есть Это уже Для Применения Без пасты Для доводки Ну, вот, в общем Не знаю Полезное видео Не полезное Ну, руками Конечно Это покрытие Не снять Но При выборе ножей Очень, смотрите Внимательно Особенно Когда оно Вот Такого цвета Глянцевого Блестящего Это покрытие Совсем Ненадежное Становлено Сделано Походу Для транспортировочных Каких-то Больше Больше Для хранения Этого ножа Но В дальнейшем Использовании Оно моментально Слазит Так что Любителям Таких больше Ножей С неотсвечивающимся Клинком Будьте Аккуратны В выборе Ножей С черным Покрытием Не всегда Это надежно Особенно Если это Разница В цене Какая-то Нет смысла Переплачивать За такое Изделие В общем-то И все Всем спасибо Всем удачи